Здравствуйте! Это программа Маховая-9 факультета журналистики МГУ в проекте новости образования Москвы на канале Просвещение в студии Виктория Колосова. Просвещение в студии Виктория Колосова. Просвещение в студии Виктория Колосова. Мы очень благодарны, что представители министерства рассказали нам об этих новациях, заверили в ВУЗы сохранение действительно большой свободы и в полном нашем контроле над содержанием учебных программ. Министерство в данном случае выступает своего рода рамочным ограничителем каких-то базовых вещей, которые, конечно, не являются проблемой для высшего образования. Журналистика в современном обществе претерпевает кардинальные изменения, поэтому особый акцент на заседании УМС сделали на осмысление новых тенденций в развитии журналистского образования. И, как отметила Елена Леонидовна Вартанова, для нас важно понимать не только то, каким хотят видеть будущего специалиста ВУЗы, но и то, каким его хочет видеть работодатель. С этой точки зрения для всех студентов факультетов журналистики важно, что теперь они смогут получать эфир на федеральном канале «Просвещение» в рамках межвузовского студенческого телевидения «Просвещение плюс». Генеральный директор канала Владимир Косинчук выступил на заседании и рассказал о целях создания этого проекта. Необходимость возникла сама собой. Это тоже как бы инициатива снизу, потому что мы понимаем, что только вместе, когда мы консолидируем многие факультеты журналистики в разных частях нашей страны, под предводительством МГУ получится хороший результат. И у нас будет действительно интеллектуальное, молодежное телевидение, которое поможет нам так или иначе, во-первых, увеличить, улучшить образовательный процесс на кафедрах в разных ВУЗах, и во-вторых, показать, что креативность, молодежь у нас очень образованная и умная. И та профессию, которую мы получаем, она не только будет радовать, но она еще и будет кормить. Заседание УМС продолжила Международная научно-практическая конференция «Журналистика» в 2014 году. СМИ как фактор общественного диалога. Среди почетных гостей конференции председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике Леонид Левин, декан экономического факультета МГУ Александр Аузан, а также генеральный директор издательского дома «Московский комсомолец» Павел Гусев. На 19 секциях и 10 круглых столах обсуждались проблемы местной и региональной прессы, перспективы развития электронных и печатных СМИ, а также важные экономические проблемы, с которыми сталкивается современная медиаиндустрия сегодня, и с которыми ей еще предстоит встретиться в будущем. Центр избирком России и Московский университет теперь будут готовить специалистов в области избирательной системы по собственным учебным программам. МГУ и ЦИК решили в этой работе больше не использовать зарубежный опыт. Договор о сотрудничестве, подписанный в конце января, нацелен на участие гражданского общества в развитии избирательного процесса. Соглашение между Центр избиркомом России и МГУ предусматривает несколько направлений сотрудничества, в их числе проведение научных и образовательных мероприятий и взаимное участие в работе редколлегии избиркома. По словам руководителя Центра избиркома Владимира Чурова, теперь представители ЦИК будут читать лекции на факультете, а преподаватели МГУ примут участие в подготовке членов избирательных комиссий. Важной частью договора является расширение практической деятельности студентов в работе Центральной избирательной комиссии. Это значит, что студенты факультета смогут проходить практику в ЦИКе, а преподаватели ВУЗа и представители комиссии проводить встречи и совещания по вопросам международного сотрудничества. При всей важности и высоком статусе документа, это рабочий документ, он позволяет нам сконцентрировать силы, акценты на тех моментах, которые мы по опыту знаем, что они сегодня наиболее важны. Но при желании всегда это можно сделать и на уровне университета, тем более, что практика такая существует. По данным опросов лаборатории социально-правовых исследований Московского университета, от 17 до 22% студентов юридического факультета связывают свою будущую карьеру с работой в государственных органах. Данное соглашение увеличивает шансы молодых людей получить работу в госструктурах. Я думаю, что это будет полезно и для факультета, и для Центризбиркома, потому что ВУЗы оторваны от практики, это всегда было, есть и будет, и так и должно быть. Больше занимаются теоретическими разработками, а практика путается в конкретных, так сказать, 7-минутных событиях, не обобщая их. А вот такой совместный подход, я думаю, что он будет полезен. В числе перспективных проектов – подписание и реализация подобных соглашений для Высшей школы государственного аудита и факультета политологии Московского университета. Анастасия Панькова, Антон Чуванов, Маховая, 9. 40-я юбилейная конференция американистов прошла на журфаке. В этом году члены Общества по изучению культуры США не только представили свои новые исследования в этой области, но и подвели итоги почти полувековой работы. Мария Цуканова и Александра Косачкова далее. В 1975 году на факультете журналистики МГУ состоялась первая международная конференция Общества по изучению культуры США. Прошло уже 40 лет, а конференция не теряет своей актуальности и ежегодно принимает гостей ближнего и дальнего зарубежья. В этом году мероприятие было посвящено американской культуре, от становления нации к транснационализму. В ее рамках были организованы такие секции, как культура Америки 18-19 веков, американская драма, этнические компоненты культуры США и многие другие. У нас самая главная традиция, как мне представляется, это участие ученых из бывших наших республик, а теперь отдельных стран, Украины, Белоруссии. Они никогда не прекращали к нам приезжать. И вот эта поддержка единого пространства. И в этот раз тема транснационализма в американской культуре, мне кажется, еще подчеркивает этот интерес к изучению американской культуры на достаточно большом пространстве вокруг нашей страны. И ученых, которые любят к нам приезжать в Московский университет. Основатель общества Ясин Николаевич Засурский по традиции открыл юбилейную конференцию, а также представил новую книгу «Мир Ясин», в которой президент факультета журналистики рассказывает о великих писателях Запада. Также прошла презентация двух последних томов шеститомного издания истории литературы США. Кроме того, в ходе вечера участники конференции обсуждали планы круглых столов и представляли темы своих докладов. Я занимаюсь очень интересными американскими писательницами. Кстати, на постсоветском пространстве больше никто не занимается. Джейн Смайли и Джейн Хэмилтон. Ну вот сегодня я приехала на эту конференцию, я приехала с докладом по абсолютно неизвестному у нас роману, немножко известному благодаря моим скромным усилиям, Джейн Смайли, роману «Гренландцы». С ним я буду знакомить тех, кто будет слушать мой доклад. На конференции выступали как мэтры американистики, так и начинающие исследователи, которые представили свои работы в области изучения культуры США. Молодые участники конференции отметили важность проведения данного мероприятия. Раньше я нигде не представлял сферу своих интересов, поэтому данная конференция была особенно интересной для меня. Происходит какой-то обмен мнениями, людям задают различные интересующие вопросы по самым разным проблемам. Можно рассказать о чем-то интересующем лично какого-то конкретного человека, ну просто поделиться своим интересом. Это, по-моему, интересно. Одним из почетных гостей факультета журналистики МГУ стал Ирмен Вайл, профессор русского языка, литературы и музыки Северо-Западного университета штата Иллинойс. В этом году он представил в своем выступлении новую книгу воспоминаний о своей деятельности по изучению российской культуры. Издание выйдет в Америке в июне следующего года. Я очень надеюсь, что, как и всегда, я узнаю о том, как русские ученые, русские преподаватели смотрят на американскую культуру. Для меня это очень важно. Я родился в Америке, я на самом деле настоящий американец, но для меня русская литература всегда была, я сказал бы, жизнью. Мероприятие длилось в течение недели. За это время участники обсудили более 50 тем. Договорились о создании журнала и наметили план работы на будущий год. Следующая конференция будет посвящена теме «Мир и разрешение конфликта в американской культуре» и состоится уже в конце 2015 года. Мария Цуканова, Александр Казачкова, Маховая 9. В Москве в рамках проекта «Горячее сердце» прошла церемония награждения. Выразить признательность юным героям, помочь ребятам, которые оказались в трудной жизненной ситуации, поддержать людей с активной жизненной позицией – вот задачи этого проекта. Каждый день мимо нас проходят сотни героев. Но сегодня Всероссийская государственная общественная инициатива «Горячее сердце» собрала в одном зале самых смелых и сильных духом ребят. Спасатели, волонтеры и дети, ежедневно преодолевающие трудности, рассказывали молодежным СМИ о том, каково это – быть героем своего времени. В этом году пресс-конференция с лауреатами премии «Горячее сердце» прошла в Музее вооруженных сил Российской армии. 28 ребят со всей России приехали в Москву, чтобы стать обладателями почетного нагрудного знака и рассказать о том, что в жизни есть место не только подвигу, но и хорошему, доброму делу. На вопросы молодежных СМИ ребята отвечали передельно просто и честно. Чаще всего они повторяли, что так на их месте поступил бы каждый. Хочу выставить свое мнение на вопрос, который чем отличается простой, добрый поступок от нас. На самом деле, только тем, что дали больше известных, в принципе, больше ничего. На самом деле, есть сотни и тысячи таких людей, как мы, которые действительно неизвестны. Влад Серов дважды спасал тонущих людей. Приходил на помощь, когда другие даже не замечали беды или не находили в себе смелости спасти утопающих. И дважды 16-летний юноша покидал место происшествия, предпочитая никому не рассказывать о своем поступке. Просто задавали бы очень много вопросов, спрашивали, откуда ты узнал это и так далее. Просто много вопросов, неохота отвечать и стараешься от этого уходить. Никита Гиртас вытащил из горящего дома беременную женщину. И, как многие лауреаты премии, он считает свой поступок совсем не героическим, а скорее правильным, человеческим. Я не считаю, что это прямо героический поступок, просто думаю, что сделал доброе дело. Блок под названием «Преодоление» – важнейшая часть проекта. Его лауреаты – дети, оставшиеся без родителей, дети-инвалиды, которые, невзирая ни на какие сложности, остаются сильными и целеустремленными. Во-первых, должна быть поддержка со стороны родственников. Это со стороны семьи, друзей, знакомых. Когда они тебе помогают, дальше уже просто по прямой идет. Ты начинаешь верить в свои силы, начинаешь чего-то добивать, себе доказывать, своим знакомым. Польшиной Насте всего 15 лет, но она – главная опора и поддержка для своей бабушки-инвалида, которая оформила отпекунство над Настей и ее братьями и сестрами. Девочка учится, воспитывает младших братьев, помогает бабушке справляться с болезнью. Остается только восхищаться внутренней силой и непоколебимостью юной героини. Скорее всего, это поддержка моих друзей, которые не бросили меня в такую достаточно трудную ситуацию. Как и в любой стране, в России существуют проблемы, которые невозможно решить без помощи волонтеров. Марьяна Шевцова – одна из волонтеров фонда «Поиск пропавших детей» и «Объединение детей-рабы в руках попрошаек». Марьяна анализирует проблему вовлечения детей в попрошайничество и утверждает, что на этот вопрос не так просто найти ответ. Не спасено ни одного ребенка, потому что не действует закладательство российское. Улыбки этих ребят, кажется, способны согреть всю страну, а их поступки – осветить путь в будущее. Путь, может, и каменистый, но верный. Виктория Позына, Елизавета Смородина, Маховая, 9. Проблема бездомных животных на сегодняшний день остается одной из самых острых в стране. В одной только Москве количество уличных собак составляет несколько десятков тысяч особей. Приютов же катастрофически не хватает не только в столице, но и по всей России. На помощь бездомным животным приходят волонтеры. С этими ребятами в ярких костюмах зверушек мы встретились в 7 утра в центре зала Натушинской. Ребята – не артисты, и наша цель – не развлечение. Раннее воскресное утро корреспондентов «Маховой, 9» началось, увы, не с кофе, а с электрички. Вместе с волонтерами молодежного движения «Звери помогают зверям» мы приехали в Истринский приют. Этот временный дом для животных – один из многих в Москве и Подмосковье, где добровольцы спасают животных от голодной и холодной смерти на улицах столицы. Лесной считается одним из самых больших, но даже он не способен справиться с проблемой. Впрочем, как и многие в Москве и Подмосковье, основная проблема в приютах – отсутствие свободных мест. «Звери помогают зверям» – это волонтерская организация, члены которой считают спасение бездомных животных делом жизни. А яркие костюмы – изюминка этого движения. По словам зверей, это весьма практично, ведь костюмы легко стирать, а повседневная одежда не пачкается. В праздники и в будни, и в любое другое время суток ребята готовы решать проблемы обездольных животных. Вот и сегодня они посетили приют «Лесной», который считается одним из самых больших в Московской области. Наша организация занимается тем, что мы приезжаем в костюмах животных в приюты Москвы и Московской области и помогаем животным. Мы привозим необходимые вещи, которые просит приют, мы привозим лекарства и так далее, ну, корм мы привозим еще, и мы выполняем различную работу в приютах. Там что-то моем, убираем, выгуливаем собак, работаем с кошками. Самое главное волонтерской деятельности, считают ее сотрудники, это научить несчастных четвероногих снова верить людям. И это непростая задача. Некоторые из питомцев родились и выросли на улице. Они изначально не привыкли ни к человеческой ласке, ни к людям вообще. Поэтому волонтеры используют игру, как один из методов, помогающий поверить, что человек не враг. Это называется социализацией. Эту кошку зовут Мао. Кошку нашли в ужасающем состоянии, у нее были повреждены лапы, причем непонятно откуда, возможно, или кислотой облили, или собаки объели. Ну, и кошка очень тяжело болела, ее лечили достаточно долгое время. Ну, и сейчас вот стала такой красавицей. К сожалению, с людьми она не особо контактирует. Вот даже было видно, что она меня укусила сейчас. Но она тоже хочет домой. На социализацию животных уходит очень много времени. От нескольких месяцев до года. И в большинстве случаев удается избавить животное от страха и агрессии по отношению к людям. Олег и Лиса идут социализировать кошек в бытовке. Берите. Организация «Звери помогают зверям» существует уже почти год. Зимой она как раз отмечает свою первую годовщину. Несмотря на небольшой срок ее существования, ребята уже выработали стратегию своей деятельности, которой строго следует. Мы выезжаем в приюты два раза в месяц. Каждый месяц это какой-нибудь разный приют. Вот самая наша запоминающаяся поездка, это была поездка в Борятинский монастырь в Калужскую область. Дело в том, что там огромная проблема с кошками. И то есть кошек подбрасывают, кошек доходят в совершенно жутком состоянии, их выхаживают монахини. 90 собак и 100 кошек. Именно столько животных сейчас содержится в частном Истринском приюте. Каждый день волонтеры и сотрудники приюта убирают вольеры, кормят и ухаживают за животными. Стараются максимально социализировать бездомышей. Ведь у каждого из них еще есть шанс найти свою семью. Истринскому приюту всего 5 лет. Изначально организатор приюта Тукацинская Анна собирала информацию о бездомных животных на форумах и интернет-сайтах. Подбирала несчастных на улицах, приносила их домой. Когда животных стало слишком много, появилась необходимость находить четвероногим дома. На помощь пришли волонтеры. Так и появился приют, который впоследствии получил название «Лесной». Однако за этот относительно недолгий срок волонтерам удалось найти дом более 800 животным. Стоит заметить, что всю огромную работу, начиная от чистки вольеров и заканчивая поиском новых семей для четвероногих, выполняют всего 4 официальных сотрудника приюта. По мнению организаторов, они бы не справились, если бы не волонтеры. У нас есть около 10 основных волонтеров, которые приезжают к нам уже в течение этих 5 лет в существование приюта. И есть тоже большая команда волонтеров, которые периодически помогают, приезжают. Волонтеров у нас очень много, там около 100 человек, может, таких, которые приезжают постоянно в приют. Конечно же, в обязанности сотрудников приюта входит отследить, насколько животное хорошо прижилось в новой семье и не обращаются ли с ним жестоко. А если есть какие-нибудь проблемы, забрать бездомыша обратно, не позволив ему умереть, либо снова очутиться на улице. Есть учет животных, за которым мы следим, то есть прибыло животное, судьба дальнейшей стерилизации, болезни, прививки. Естественно, прослеживаем судьбу, стараемся и прозванивать, и кто-то приезжает, фотографии присылают. То есть все это мы публикуем у нас на сайте, в группе. Ветеринар в приюте для животных, пожалуй, самый нужный и важный человек. От него зависит не только, например, выживет ли раненый щенок, найденный на улице, но и не заразится ли здоровый питомец вместе, где так много сородичей и, соответственно, различных вирусов. Есть очень много зоантропонозных заболеваний, то есть заболеваний, которые передаются от животных к человеку. Это бешенство, одна из самых опасных болезней вообще в мире, которые передают животное человеку. Значит, это липноспироз, это гельминтозы, это различные другие паразиты. Приюты для бездомных животных – это одно из решений проблемы, когда питомец, когда-то имевший хозяин и кровь, внезапно лишается всего этого. Но это в лучшем случае, когда приют готов принять нового члена семьи четвероногих. Но всегда ли это происходит так прекрасно и просто? О том, как устроить животное в приют, в какой помощи нуждаются частные приюты и как им помогает государство, смотрите в следующем сюжете. Зубова Евгения, Буданцева Дарья. Специально для Маховая 9. На этом у нас все. Это была программа Маховая 9. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok